С чем я крайне не согласен, а в остальном мне очень нравится и партия власти, и наш президент, и премьер-министр. Оба вменяемые люди, оба любители пива, и оба запретили рекламу пива. Поэтому мы вам не можем показывать, что нужно и можно пить. А согласитесь, когда на рынке представлены в неимоверном ассортименте всякие гадости, вы обязательно должны об этом подумать. Но мы не можем про это говорить, что же так-то. Зато мы можем вам показать, что нужно есть, когда вы захотели выпить. Вот так вот, я извернулся. Естественно, таких мест, где можно и покушать, и выпить то, что можно, не так уж и много. Кафе «Советский Союз». И вот сегодня мы с радостью представляем ресторанный комплекс «Некеров Риджес», который располагается здесь, на проспекте Ленина, 130. Сегодня мы попробуем несколько блюд, которые очень хорошо употреблять летом. Ну и пить. Опять же, то, что нельзя рекламировать. Представляете, у всех рестораторов появилось уникальное предложение. Получить телевизионную рекламу в виде самым привлекательным, да еще и в 4 раза дешевле. При одном условии. Забота о здоровье горожан, а не только о своем кармане. А это включает качественные и недорогие блюда, и то, что производится в единственном правильном заводе Верхневральска. Так вот, ходить или не ходить по ресторану. Я предпочитаю все-таки ходить. Потому что то, что продается в магазинах, продается по очень дорогой цене. Если вы купите то, что продается в магазинах, нарезать и получите то же самое. Ну, только не совсем так. Дело в том, что отдельные вещи вам в магазинах напаривают. К примеру, на рынке кусочки рыбки масляной, которые здесь разложены, выдаются так, куски осетрины. Хотя это не так. Кое-что в магазинах не готовится, так как делается это здесь. Мне Кирове Риджес. Как, тусомга? Она здесь делается. Ну, а если вы хотите настоящего угля, то, во-первых, в магазинах его нет. Свежего, аппетитного. Ну, это я сейчас попробую. Вкуснятка. Вкус объедения. Обязательно надо попробовать супруге. Это я так уже достаточно быстро съел. Ну, чтобы вы поняли, я плотно покушал. И всего за 300 рублей. То есть, хороший выход продукта. Плюс фирменное блюдо с пекарней Некеров, которое располагается на улице Набережной. Некеров Риверсайд. То есть, вместо того, чтобы где-то под забором или на какой-то скамейке с друзьями бухать непонятно что, можно спокойненько за те же деньги практически сходить в ресторан. Но только здесь обстановка совершенно другая. Но вот к тому, что здесь стоит и что рекламировать нельзя. И у Александра Сергеевича Пушкина было такое произведение, Лука Мудищева. И Николай Толстой описывал свои похождения в бане. Это непечатные вещи. К сожалению, показывать то, что мы сейчас будем делать, тоже нельзя. Хотя я бы сказал, что надо бы это показывать. Потому что только несколько заведений города Магнитогорска вам гарантируют вот такую еду классную и то, что здесь находится. Поэтому как только закончится этот сюжет, включайте интернет, заходите на YouTube или просто вбивайте в любой поисковик такую комбинацию, как Чалейкин, ресторан, Никеров. И потом вы узнаете, что я сейчас буду пить с вот этой восхитительной рыбкой. А я подведу хлебушек, чтобы вам было аппетитно и понятно. И доверну кружку. Так вот, уже безальтернативно. Лучшее отечественное пиво, доступное в Урало-Сибирском регионе, да и до Поволжья, это продукция Верхнеуральского пивного завода. Когда сюжет закончится, мы вам немножко-немножко покажем, как этот завод выглядит. То есть абсолютно новая производство на старом месте. То есть рядом стоит остров того, что имело огромную популярность, а теперь его нет. Но зато есть новый завод, который производит вот это замечательное пиво. В отличие от пива другого, который я даже пробовать не собираюсь, единственное, что я знаю, что сорт это Самара. И то не Самара, а именно фон Бакана. Пиво из Жигулевских гор. Наши Уральские горы ничуть не хуже. Верхнеуральский располагается в той зоне, где нет вообще никаких биологических загрязнений. То есть самая идеальная чистая вода. Плюс она еще улучшенная. Чем эта вода наполняет меня? Десять лет назад я испытал полное отвращение к продукции одежных пивоваров, как и западных в том числе. Сегодня и сейчас я с гордостью говорю, что для меня лучшего пива, чем Верхнеуральское, завода Блондер Бир не существует. И чешское пиво из всей линейки, вот тех сортов, которые там варятся, на Верхнеуральском пивном заводе варится не так уж много сортов. Я вам скажу, что чешское пиво наиболее похоже и близко для любителей европейского пива. То есть тот самый букет, тот самый аромат. И вы себя ощущаете, как будто в Праге, либо в Мюнхене. Кстати, в Мюнхене не везде на фестивале October 1 продается идеальное пиво. Дело в том, что во всем мире сейчас развиваются и становятся популярны именно небольшие пивные заводы. А когда у нас под боком Верхнеуральск с вот таким исключительным пивом, чештым, у вас другого выбора и не должно быть. И прекратите травиться. Следуйте моему примеру в конце до концов. И как работник телевидения с самым большим совокупным стажем, доложу. Вы живете в атмосфере эфирной дезинформации. И единственный канал, вызывающий гордость и уважение, это звезда. Остальное даже без комментариев. Интернет. И особенно российские тоже кака. Но интернет позволяет узнать больше и посмотреть еще раз и поделиться с другом и семьей. Да потому что это не эфир. Поэтому если кто-то не успел узнать свежак про свежак и про ресторан некеров, то в интернет.